У Лизы набор доктора. Набор доктора еще. Мозаики вон. Угу. 605 штук было. Кирилл Кемайкин на пепелище. Говорит, очень жалко дом. Мебель, игрушки сгорело многое. Но главное, сами остались живы. 28 августа Кирилл сидел дома и смотрел телевизор, когда почувствовал запах Гарри. Вышел из комнаты в кухню, увидел, что все в дыму. В коридоре открыто полыхало пламя. Дверь, а это единственный вход и выход из помещения, была объята огнем. В комнате спала младшая сестра мальчика, 4-летняя Лиза. Родителей дома не было. Мать была на работе. Отец занимался строительством бани во дворе. Так и получилось, что спасаться пришлось самостоятельно. Сначала выбил вот здесь, а потом вот здесь. Потому что Лиза здесь не смогла пройти, а вот здесь смогла. Когда выбрались из дома, взял сестру на руки и босиком бежал подальше. Открывал калитки быстро, потому что боялся, что все взорвется, признается Кирилл. Я взял ее на ручки и побежал. И я начал быстро открывать дверь. Покрутил, открыл, открыл. Побежали быстро к бабушке. Крыльцо и коридор сгорели полностью. Все о том, что это помещение было кухней, свидетельствует расплавленная бытовая техника. Но пару дней назад, когда дрожащий ребенок объявил, что дом горит, взрослые поначалу хотели потушить огонь своими силами. Только Кирилл понимал, что уже поздно и настоял вызвать команду пожарных. Они прижались, уже дрожат. И я понюхала, от них уже гарью пахнет. И начала звонить сестре, первым делом предупредить, что дети у меня, ей уже сообщили. Я начала звонить в пожар, а так как я в таких ситуациях вообще ни разу не была, куда звонить. Я начала соображать, там какие-то службы спасения, а пожарная уже ехала. Пожарные прибыли спустя 7 минут. Открытым огнем уже горела кровля и обшивка дома. И если бы мальчик растерялся, могло случиться непоправимое. Это сейчас в спокойной обстановке Кирилл рассуждает, что выбивать окно надо было чем-то. А тогда разбил стекло прямо кулаком. Правда, со второго раза. Пожалуй, такого от ребенка не ожидали даже родители. Папа был в бане, менял половицу. Вообще напугался, что там кругом дома бегал, искал нас. А еще Кирилл рассказал, что все-таки недаром в школе проходят основы безопасности. И главное в любой подобной ситуации – выбраться и громко кричать о помощи. Немного посуды, велосипед и железный пистолет – это все, что более или менее уцелело в пожаре. Сейчас сгоревшая постройка должна пройти экспертизу. Но и родители, и сам Кирилл говорят, что, скорее всего, причина возгорания – замыкание проводки. Безусловно, у детей стресс. И однозначно этот случай не пройдет бесследно. Я почувствовала себя пожарным, когда сестренку спас. И кажется, с будущей профессией мальчик определился. Светлана Лашина, Константин Соколов. Наши новости. Силу Ардатова, Дубенский район, Республика Мордовия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова